Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб РФ, Правда Целитель. Обсудим с вами некоторые вопросы. Например, всегда ли, вот если есть температура и кашель, всегда ли это обязательно инфекционный агент? Я говорил уже об этом, совершенно не обязательно. И вот пример консультации. Ну, вот здесь как раз человек, который работает биолокационно и с другими людьми. Кстати, вот здесь тоже предупреждение. Вы должны очень тщательно к этому подходить. Как, насколько, не только вы к этому готовы процессу, во время процесса, насколько вы настроены. Ну, и как вы завершаете этот процесс, насколько вы закрылись, да, то есть, насколько вы этот канал нейтрализовали. Есть такая система разрыва, да. И я рассказывал, что и после моих консультаций бывает, что у меня она вот не в порядке. То есть, не разорвана связь с клиентом. В конце концов, даже о человеке, которому вы встретили, подумали, что-то сказали. Бывает такое, кому-то что-то, кто-то не то скажет, и потом ему как бы идет такая вроде обратка, что-то не то. То есть, это вот работают такие связи. И вот в данном конкретном случае человек, скажем так, подцепил от другого. И при нарушении этой системы разрыва стал уязвим перед сломом гена. У нас сейчас идет определенный слом. В Украине это три гена, как правило. В России это один. Ну, немножечко другие установки, видимо, работают так. И, значит, как только идет слом определенного гена в России, это ген, мы его называем АКЭ, да, чаще всего это так и происходит, идет резкая уязвимость перед частотным воздействием, которое сейчас есть. И вот у человека она ударила по горлу и нарушила его эфирный двойник. Вот здесь еще, например, нужно смотреть эфирный двойник, там, того же, например, горла. Ну, человек почувствовал, что пошла проблема по слизистой, пошла блокировка лимфы горла. Здесь можно еще проверять, как эта атака повредила ли она вилочковую железу. Что с иммунитетом мы это все измеряем с вами, да? Что с костным мозгом, там, по печени мы сейчас тоже смотрим. Так вот у человека на фоне резкой блокировки лимфы горла поражение слизистой, вот смещение эфирного двойника. Ну, эфирный двойник, он, по сути, как лекало. Вот оно смещено, и, по сути, орган, он не может нормально функционировать. А что такое вот эта вся слизистая по кишечнику и по органам дыхания? Да это же один из различных барьеров с внешней средой. Это где? Слизистая – это всегда соприкосновение с внешней средой. На слизистой вообще выделяется слизь. Она, например, кормит нормобиоту, она защищает, она должна помогать и иммунитету. То есть, основной иммунитет – это органы дыхания и желудочно-кишечный тракт вообще-то, так? И вообще везде, где слизистые, там идет борьба. И у человека пошел кашель, и была даже температура. Но поскольку он владеет биолокационом, он тоже не находил там инфекционного агента. Ну, и я еще рассказывал, что у меня был вот не просто тепловой удар, но он длился трое суток, и там была и температура, и озноб, и дрожь. Ну, никаких инфекционных агентов там не было. Проверял даже мой доктор, да, то есть, ну, не с чем было бороться. Но тяжелейшая была токсимия, тяжелейший токсикоз – это крист чистки. То есть, была провокация, и солнечный удар здесь как бы ее подхлестнул. Надо быть осторожнее, особенно в летнее время. И таким образом температура, напомню, она чаще всего на пирогены. Пирогены чаще всего – это все-таки какие-то белки. Это могут быть как белки инфекционной природы, так и, например, просто собственные белки. Ну, ударьте себе по пальцу молотком, ну, ради опыта, прошу вас, да, пожалуйста. И посмотрите, без пореза, туда никакие микробы не забежали. Ну, там идет не просто распухание, там он горячий потом, там воспаление идет. Оно неинфекционное. Кстати, аутоиммунная реакция – тоже неинфекционное воспаление. Так вот, температура повышается в ответ на разрушение здесь собственных белков в этом пальце, да. То есть, они становятся не свои. Вот ваш, ваш человек, а потом ему голову отрубили, что-то не то, другой какой-то. Не узнаю, не пускаю в дом, да, брысь отсюда. И тут то же самое. Как только белок другой, все, что-то не то. Сразу срабатывает что? Иммунная система. Поэтому здесь, или, например, у человека там были инфекционные всякие приключения, а сейчас нет. А он потом чем-то отравился, либо просто вот спровоцировал, да, и пошли выходить снаружи, там в кровь, вот эти инфекционные белки. Ну, например, это бывает вот у деток очень остро, все это ставят диагноз лейкоз, там, да, детский лейкоз, все, давайте срочно туда химию, там, чтобы сбивать эту реакцию. Вообще, это реакция на, вот, это такая чрезмерная реакция на выход того, от чего не удалось очиститься. Вообще-то, да, и здесь надо помочь организму очищаться. Вместо этого мы будем вот закалывать, естественно, эту химию будут защищать. Почему? Ну, потому что это огромнейшие деньги. Помочь очищению, ну, это тысячи. А помочь детской онкологии, это миллиарды. Понимаете, да? Продолжение следует...